Ханде Эрчел – молодая турецкая актриса. В числе работ девушки – королёк-птичка-певчая, дочери Генеш. Любовь не понимает слов. Актриса участвует в рекламной кампании «Лореаль Париж». На турецком берегу в городе Бандерма 24 ноября 1993 года родилась Ханде Эрчел. Девушка предпочитала проводить детские годы с друзьями в местных парках, а с увлекательными играми. Подобная свобода была невозможна в крупных городах, но только не в Бандерме. Здесь дети большую часть времени были предоставлены сами себе. Юная турчанка оказалась артистической персоной. В детстве девушка участвовала в школьных постановках, организаторы которых предлагали Ханде исключительно главные роли. После получения диплома в школе, актриса поступила в университет изобразительных искусств, расположенном в Турции. Девушку приличало традиционное турецкое искусство. Ханде не была единственным ребёнком в семье Эрчел. Родители воспитывали старшую дочь по имени Гамзе. Сейчас представительница турецкого семейства испытывает актёрский талант в киноискусстве. Разница в возрасте у девушек небольшая, всего один год, поэтому часто сёстры представлялись двойняшками. Отец Ханде и Гамзе работают в торговой сфере, тогда как матери досталась роль ведения хозяйства. В биографии актрисы присутствует не только кинематограф. Эрчел в 19 лет участвовала в конкурсе красоты. Ради мероприятия девушка отправилась в путешествие в Азербайджан. Жюри выразила признание турчанке и присудила второе место. Это стало своеобразным стартом для карьеры Ханде. Эрчел приглашали на съёмки для глянцевых журналов, пробы в кинофильмах. Ради кинокарьеры девушка готова на всё. Красивая и статная турчанка с ростом 175 см похудела на 5 кг, которые оказались лишними для режиссёров в проект. Первой работой в фильмографии турецкой актрисы Ханде Эрчел значится сериал «Королёк. Птичка певшая». Роль девушки оказалась не столь большой, но запомнилась зрителям, влюбившимся в картину, снятую по знаменитой книге Ришата Нюри Гюнтенкина. Карьера киноактрисы для Эрчел только начинается. Теперь девушка предстала в многосерийном проекте под названием «Дочери Гюнеш». В этой работе Ханде предстала в роли Селина. И вот долгожданная известность и популярность обрушились на голову турецкой актрисы. После съёмок в фильме «Дочери Гюнеш» Ханде пригласили на роль в сериале «Любовь не понимает слов». Авторы проекта доверили Эрчел главную роль. Лента насыщена романтическими встречами и весёлыми ситуациями. Личная жизнь Ханде Эрчел пестрит отношениями с молодыми людьми. Некоторое время девушка встречалась с коллегой по цеху Экином Мэртом. Парень участвовал в съёмках рекламы, но есть среди работ молодого человека и сериал «Запах клубники». В какой-то момент искры между Эрчел и Мэртом начали угасать, пока вовсе не исчезли. Официальных заявлений о расставании турецких актёров не делали, а отписались от вторых половинок в социальных сетях. На съёмках в сериале «Дочерь Гинеш» Ханде встретила толгу Сары Таша. Звезду великолепного века посчитали парнем Эрчел. Но эта информация не нашла подтверждения. Молодые люди сразу же опровергли слухи, заявив, что являются друзьями и коллегами по актёрскому цеху. В 2016 году появились новые сплетни о том, что Ханде Эрчел завоевала сердце турецкой знаменитости по имени Бурак Денис. Но девушка поспешила разъяснить ситуацию. Оказалось, что молодые люди знакомились на съёмках фильма и с тех пор дружат. Бурак счастлив в отношениях с Бушрой Девайли. В ближайшие годы Ханде Эрчел замуж не планирует. Девушка желает построить карьеру, а уже потом идти под венец и рожать детей. Молодая актриса с радостью общается с поклонниками и друзьями. Много времени проводит с семьёй. Интересно, что для Ханде интервью не является проблемой, так как всегда открыто для общения девушка с лёгкостью делится подробностями своей жизни. В одном из разговоров с журналом Эрчел честно призналась, что любит в макияже ярко-красную помаду и всесезонные аксессуары, а отдыхать предпочитает на сеансах массажа. Девушка увлечена аэробикой и стретчингом. Этого хватает для поддержания женственной, но и спортивной фигуры. В несъёмочной площадке Ханде Эрчел предпочитает носить джинсы в стиле Boy Friends. Актриса считает, что владеет упрямым характером, который помог добиться успеха в столь юные годы. Но расстроить Ханде практически невозможно. Девушка любит жизнь и смотрит позитиву на периперии судьбы. Семью Эрчел размещает на первом месте, несмотря на сложные жизненные пути. Хобби актриса называет путешествием. Из представителей музыкального сообщества выделяет творчество Бьонсе. Выступает поклонницей Наталии Парман. В 2016 году Ханде Эрчел предположила стать лицом компании L'Oreal Paris. Девушка появилась в рекламном ролике о краске для волос. В контракте с компанией прописано, что актрисе нельзя перекрашивать волосы в течение одного года. В 2017 году состоялась официальная премьера нового сериала под названием «Черная жемчужина», который сыграла Ханде Эрчел. Действие картины происходит в поселке, расположенном на побережье Игейского моря. Этот сериал рассказывает о романтических отношениях молодых людей, о преградах, через которые приходится пройти. Сейчас Ханде Эрчел является пользователем социальных сетей, в том числе и Инстаграм. Девушка на странице публикует фото из путешествий, со съемок, фильмов и рекламных роликов, и торжественных мероприятий. Популярные актрисы Ханде Эрчел и Бурджу Азбек поехали отдыхать на Мальдивах. Также компания им составляет Гамзе Эрчел, старшая сестра Ханде. Девушки поехали на солнечные пляжи, чтобы взбодриться и восстановить моральный дух после трагических событий в их жизни. В январе этого года сестры Эрчел потеряли мать после продолжительной болезни, а следом их близкая подруга Бурджу Азбек потеряла зятя. Муж ее сестры умер от инфаркта, у них остался семилетний сын. Девушки очень тяжело переживают произошедшие семейные трагедии, поэтому стараются не впадать в депрессию и отвлекаться на работе и на отдыхе. Девушки активно делятся фотографиями с Райского отдыха на своих страничках в инстаграме. Ханде Эрчел написала, «Иногда все, что тебе необходимо – спокойствие, улыбчивые, доброжелательные друзья. Благодарна за все, что вызывает улыбку на моем лице». Бурджу и Ханде подружились на съемках сериала «Дочери Гюнеши», где исполняли роль двойняшек, Назлы и Селин. Ханде Эрчел в данный момент снимается в сериале «Кольцо». Она воспользовалась образовавшимися несколькими днями перерыва в съемках. А Бурджу Азбек в данный момент нигде не снимается. Она готовится в новому сериалу «Плохая девочка», где ее партнером стал Чаглар Эртугул. Съемки нового сериала планируют начать в середине апреля. В фильмографии нашей сегодняшней героини Ханде Эрчел насчитывает множество интересных картин. И вот некоторые из них. С 2013 по 2014 год «Королек птичка певчая». 2014 год «Дерево жизни». 2015 по 2016 год «Дочери Гюнеши». 2016 год «Любовь не понимает слов». 2017 год «Черная жемчужина». В 2019 году идут съемки турецкого сериала «Кольцо». На этом наше видео о замечательной актрисе Ханде Эрчел подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok